Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебецкий, канал о ремонте и отделке. И сегодня мы с вами будем устанавливать сплит-систему в частном доме. Поехали! Но прежде чем приступить к работе, я хотел бы вам показать, какие необходимы расходные материалы при установке. Первое. Нам нужны кронштейны, чтобы закрепить наш наружный блок со стеной. Чтобы скрепить кронштейн с блоком, нам необходимы болт с гайпером 10х40 с шальбами. Чтобы закрепить кронштейны со стеной, нам нужны 4 самореза. Дюбель хомут не воновый. Потом нам нужны дюбеля, чтобы закрепить пластину внутри, чтобы установить внутренний блок. Затем скотч армированный. Провода. По проводам у каждого могут быть мнения по-разному. У меня два провода. Из них 3х1,5 и 2х1,5. Почему так? Потому что одно из них заземление. Если кто-то делает без заземления, то можно найти ПВС и сделать 4х1,5. Ну, либо 1,5, либо 2,5. Все зависит от мощности вашей сплит-системы. Затем теплоизоляция. Идет по каждому диаметру под клоновую трубку. У нас трубки продаются, кстати, по 15 метров. Толстые. Есть на объектах. Вставили спецсистему, уже закладывали люди трассу. Были очень тоненькие трубки. Не советую их использовать. У нас 1,4 и 3,8. Это идет для установки семерок. То есть на 21 квадрат. Ну, приступим теперь к инструменту. Ну, как везде используется, нужен перфоратор с буром. Шестерка, чтобы закрепить внутри. И восьмерка, чтобы просверлить под юбиляр снаружи. Пружинный трубогиб, очень удобен. Ножик, рулетка, уровень, чтобы выставить пластину изнутри и снаружи. Молоток, чтобы забивать наши юбиляр. Потом монометрический коллектор. Вакуумный насос. Использую я 1-ступенчатый, его вполне достаточно. Если там уже там не промышленные, там какие-нибудь будут устанавливать. Для установки в частных домах хватает и этого. И разворачивающий инструмент. Сейчас покажу. Кример, кстати, нужен всегда обязательно космосовый. У нас здесь труборез. И хочу показать по поводу развальцовочного инструмента. Есть просто, раздавливает трубку, делает. А нужно покупать с таким, как эксцентриком. То есть, он его аккуратно развальцовывает. И получается аккуратная развальцовка. Ну все, приступим к разметке. И будем устанавливать. Продолжение следует... 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 После того, как мы завакуумируем, отключим наш вакууматор и приступим к подключению электрики. За это время как раз протестирую, насколько у нас герметична вся система. И делаем первый пуск. Все, вакууматор у нас работает в одном тоне, то есть вакуумация может быть уже остановлена. Мы закрываем кран и выключаем. Отсоединяем. Когда кран закрытый, у нас стрелочка упала ниже ноля. Вот так вот должна она и остаться. Ну что, друзья, мы поставили наш сплит. Смотрите, как у нас здесь что получилось. Пока все вакуумировалось, пробовалось. Прошло полчаса. Я успел электрику подключить. Заизолировать нашу трассу сзади. И покажу вам результаты. Все на одном месте. То есть наша система герметична. Теперь что мы делаем? Мы берем шестигранник. И откручиваем на все. Давление у нас растет. Открываем нижний кран. Открыли. И идем. Ну что, друзья, вот наш сплитик. Берем пультик. Не забываем вставлять батарейки. Автомат включили, который выведен. И первый пуск. Ну все, теперь идем наружу. Включаем наш ламп высокого давления. Все снаружи у нас все работает. Теперь, как у нас упало давление, мы можем снять наш ламп. Для этого взять тряпочку. Потому что бывает пшикает. Так как сплит-система новая. Все. Ставим пробочки. Ставим заглушки. И все. Ну что, друзья, на этом наша установка закончена. Сплит дует. Все прохладненько. Все хорошо. Если вам помогло это видео, ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал. Всем удачного ремонта. Всем удачного ремонта.